Кризис российской государственности Россия существует уже с 17-го года, историческая Россия, так называемая демократическая Россия, еще в 90-е годы как-то существовала, опираясь на прежнюю роскошь, на прежние институты, которые постепенно деградировали при Путине, государство ликвидировано. Вот сейчас государства нет. Можно говорить о какой-то администрации, временной администрации, ликвидационной комиссии, гауляйтерстве, но никак не о государстве. Потому что основных признаков государства нет. Нет главного признака государства, это общий для всех закон. Вот это беззаконие, которое творится в судах, и в особенности в судах, связанных с политической деятельностью людей, показывает, что и государственная власть как таковая исчезла, потому что то, что не опирается на закон, а опирается только на насилие, не может объявлять себя государственной властью. Вот наша жизнь регламентируется не законом, а насилием. То есть мы вынуждены выполнять закон, ну, например, не выходить на митинг, который мы в соответствии с законом заявили письменно, как это положено. Нам отказали беззаконно, мы не можем выходить, потому что знаем, что мы будем арестованы. И это уже происходило не раз, и мы исходим из того, что действует насилие. Никакой закон нас не защищает. И во всех других случаях, не только политических. Но вот самое главное, видимо, это деградация судебной системы, потому что если против тебя творится какое-то беззаконие, ты обращаешься либо в прокуратуру, либо в суды. Прокуратура не работает уже давно. Это просто крышевание политических и экономических преступников. Вот основная функция прокуратуры. Но остался суд, как бы вот можно пожаловаться на прокуратуру, на бездействие прокуратуры, можно с частным обвинением выступить. Нет, все. Эволюция судов завершилась полностью. Вот не удается обнаружить ни единого честного судьи, ни одного. Как бы ни судили, гражданский процесс, или уголовный, или административный, судья никогда не читает дело, никогда с ним не разбирается, никогда не ведет состязательный процесс. А иногда сейчас вообще абсурдный приговор во Владивостоке, там по книжке, в которой якобы моя статья была, это приговор по административному делу, где не было ни пострадавших, ни обвиняемых. Как такой вот процесс может быть? Прокурор есть, а адвоката нет, потому что некого защищать. То есть это абсолютно абсурдный процесс. И такие процессы проходят, считается, что это в порядке вещей, и так и будет продолжаться. У страны нет границ. Если есть дырка где-то в границе, считайте, что их не существует. Бессмысленно оформлять границы, тысячекилометровые границы с Китаем и с Казахстаном, если хотя бы у кого-то есть сантиметров сорок границы, как по анекдоту, дайте мне, я готов приватизировать границу, сколько, да немножко, лишь бы чемодан пролезал. Вот таких дырок в нашей границе предостаточно. Более того, не надо и саму границу приватизировать, а просто пункт перехода. Если этот пункт перехода где-то может быть преодолен, то, значит, вся граница, как решето, бессмысленно ее оформлять. Все через одну дырочку просочатся, все. У нас не только граница, как решето, то есть все антигосударственные силы здесь приняты легко, а за государственные силы государственники подавляются силами аппарата, который якобы государственный. Но он, естественно, негосударственный. Это негосударственные судьи, негосударственные органы насилия, органы произвола, которые творятся здесь. Территория тоже, территория Российской Федерации, Российской Федерации не принадлежит, потому что основная часть, наиболее крупные, значимые экономические субъекты находятся под контролем иностранных граждан, иностранных компаний, которые и сами уже являются безнациональными, не опираются на какой-то закон какого-то государства, а действуют как бы везде. То есть везде эти границы просели, продырявились, и поэтому транснациональные компании могут существовать где угодно и абсолютно беззаконно. И наша территория тоже не контролируется, не контролируется ни местными органами власти, ни федеральными органами власти. Огромные просторы обезлюдились, и там просто никто не живет, поэтому говорить о том, что эта территория принадлежит какому-то государству невозможно. Появилось законодательство о территориях опережающего развития, которое вырезает куски из суверенной территории и отдает их также корпорациям, и там уже не действует никакой закон, там не формируются органы местной власти, и там местные жители не имеют никаких прав. То есть это прямое разрушение государства. И продолжение сепаратизма, который Путин объявил якобы преодоленный. Вот он пришел, такой спаситель, федерация трещала по швам, и казалось, вот-вот она разрушится, и якобы он спас чего-то. Ну, кроме того, что некоторые изменения в так называемых конституциях внутренних республик произошли, больше ничего. То есть сепаратизм как был, так и остался, но он еще усугубился тем, что созданы этнические мафии, которые распространились по всей территории страны. И самая активная, деятельная и наглая это чеченская мафия, она в 92-94 году была полностью истреблена в Москве. Я когда разговаривал с людьми, участвовавшими в этом, они мне подробно рассказывали, как истреблялась чеченская мафия в Москве. Она была уничтожена полностью. Теперь она вся вернулась на свои места и захватила еще больше, чем было здесь. Вот, также и другие этнокриминальные группы действуют. Якутия уже только для якутов, и это уже многократно об этом сказано. Русским ходить в тайгу нельзя, потому что эта тайга якутская, хотя русские в Якутии появились раньше якутов. Вот, и этот сепаратизм, ну, пронизывает практически все отношения, и последние посиделки по межнациональным отношениям, которые я в одной из передач «Русские новости» откомментировал, как раз показывают, русских как народа, как нации, даже как национальности не существует для нынешнего режима. Поэтому еще один параметр, а чье это государство и какой народ здесь живет. Здесь никакой народ не живет. Здесь живет вот эта тираническая власть, а все остальное не имеет никаких прав. То есть ни народы не имеют никаких прав, ни граждане не имеют никаких прав, и сами народы не признаются, как какие-то физически существующие объекты или субъекты истории. Все превращено в некий подчиненный электорат, который периодически должен проявлять лояльность к действующей властной группировке, которая этот электорат систематически унижает, грабит и лишает всяких перспектив существования. Из этого положения следуют печальные выводы, что, коль скоро государство закончилось, то эта территория рано или поздно будет кем-то занята. Она уже, можно сказать, отчасти занята теми субъектами, которые не являются государствами и не собираются действовать по закону. И нас ожидает жизнь в условиях тотального беззакония и имитации государственных институтов. Ощущение такое, что действительно нас спасет только чудо, и многие прекращают всякую деятельность, сидят и ждут, когда наконец это чудо наступит. Для тех, кто бездействует, никакого чуда, разумеется, наступить не может. Если народ в целом не осознает своего униженного рабского положения, то и Россия не будет восстановлена как государство. То есть мы превращаемся или приобретаем статус, как народ, наш народ, русский, приобретает статус безгосударственного народа. Сейчас мы безгосударственного народа, но, скажем, если палестинцы за свой суверенитет, за свое государство сражаются и готовы погибать, то русский народ готов погибнуть без боя. Сейчас он погибает без боя, просто отдает свою землю неизвестно кому. И сам готов раболепствовать перед теми, кто его порабощает. Русское движение, к сожалению, не стало массовым. И наш проект, партия Великая Россия, тоже, можно сказать, не сложился в том виде, в котором мы его замышляли, не сложился в тех символических формах, которые мы пытались использовать, чтобы привлечь к себе внимание, привлечь людей, которые знают, что такое русская история, русская вера, и которых мы считали русскими и думали, что они к нам придут. Они не пришли. Они не пришли. И рассчитывать на то, что в ближайшее время произойдет то самое чудо, на которое мы рассчитываем, невозможно. То есть наша задача стоять, держать свои позиции хоть как-то, хотя мы видим, что даже самые стойкие из наших соратников куда-то растворяются, рассасываются, у них возникает своя собственная частная жизнь, им некогда, у них там командировки, дачные участки, семья и так далее. Все это их превращает в частных лиц, которые не занимаются политикой. Но я все-таки надеюсь, что мы эту позицию, которую заняли в 2012 году, не уступим, и как бы не были слабы наши силы, других-то больше нет. И даже если бы они были, наверное, мы бы порадовались скорее, что существуют другие русские организации, русские партии. Но вы видите, мы стоим, держим позицию, а больше ничего не появляется, нет ничего нового. И, видимо, нужен какой-то глобальный катаклизм для того, чтобы люди как-то очнулись и попытались прожить без вот этой оккупационной администрации, самостоятельно устроить свою жизнь. Как отчасти было в начале 90-х годов, когда люди не рассчитывали на государственную власть и старались выжить кто как может в ситуации, кстати, тоже тотального беззакония, которая тогда разбирала куски собственности и предоставляла всем остальным делать то же самое, но только в масштабах гораздо меньше. Я думаю, что мы продвигаемся к этой ситуации. Она кажется уже неизбежной, и вот в той ситуации, видимо, нам и нужно будет проявить особенную активность, чтобы собрать людей и не позволить одним негодяям сместить других и продолжить уничтожение нашего народа. Никому не секрет, что правящие элиты, можно сказать, всемирного масштаба, все мы знаем их суть, и главный их стержень – это спекулятивный характер. Их внутренний стержень – это спекуляция по любому поводу. И именно этот стержень не дает им быть полноценными хозяевами, теми, которые, как положено, стоящему руля общества, настроены на истинное созидание, на истинное справедливое расположение вещей, на гармонию человеческой жизни. Это им как раз все чуждо. Поэтому отсюда и вытекает вся их тактика и методика ведения дел. Они не способны соответствовать занятому месту. Вот эта вся спекулятивная порода, их краневой принцип действия – это нестабильность. Это мы видим везде. Как и во внешнеполитической деятельности, везде у них должны быть какие-то ячаги нестабильности, где они этой нестабильностью где-то искусственно раздувают, где-то тушат. И они на этом себе как бы за счет чужой слабости испытывают свою силу. То бишь они внутренне слабы, и чтобы кто-то другой достойный не занял их место, как правящие общие человеческие элиты, какой-то из наций или ряда наций, ряда государств. Поэтому им должна слабость всех остальных, и из этого они черпают свою силу. Это вот их, как бы сказать, краневой принцип нестабильности. Курсы валюты, они на этом зарабатывают, они на этом живут. А деньги у них уже не цель. Это когда-то, может быть, тысячи лет назад, эти Кубцамы Рахмадитам деньги были цель. А сейчас у них уже деньги – это инструмент. Цель их – это власть над миром, осознавать себя власть имущим. Чем подливать свою самолюбивую натуру. Но сейчас подходит эпогей этого безумия. Эпогей по объективным принципам. Потому что люди, как хочешь, не хочешь, как их не... И в нашей стране, в нашей стране особенно, люди все-таки становятся более образованными, более сведущими. Информационный прогресс, технический прогресс идет против... Их воли держать человека в кабале. И этот абагей безумие становится очевиден даже тем, кто вписался в их систему. Они прекрасно понимают, что мир тянется куда-то. И на Западе у нас прекрасно понимают, что мир тянется в тьму. Просто в безпарализованную былу. И у них есть прекрасный рецепт. Большая война, большие жертвы. А может быть, эти жертвы будут не так, как мы считаем раньше. Развязывались большие войны в 20 веке. И вот эти жертвоприношения миллионов людей давало этим спекулятивным натурам опять оставаться у руля человеческого общества. Сейчас можно уничтожить миллионы обыкновенными какими-то эпидемиями. Наркотиками они уже давно травят всех, тоже миллионами людей в год. Они мотивируют это приходом какой-то, ждут мессии. Но им, наверное, может быть, этого мало. Им нужен вообще полный мрак. Есть у них такое крыло. На фоне этого возвращаемся к нам, в нашу страну. Никому не секрет, что похоже, похоже, если исходить из этих сценариев, которые происходят, их слуги в нашей власти, в нашей элите, полностью вписываются в их сценарии. Из этого делается вывод, что все-таки действия ГУЗДЕПа и Кремля координируются из единого центра. Вот здесь не надо быть семи пядя во лбу. Пракрасно понимать, что вся наша финансово-экономическая мощь, вся наша элита, власть имущая, все вписаны в западные ценности, в западный мир. Поэтому у них сейчас единственная тревога. И на Западе, и у нас в центре большая тревога вызывает русский национализм. Наш врожденный, возрождение нашего гена справедливости, ген правды, в нас не утихает, несмотря ни на что. Поэтому большая тревога именно поэтому. И все большие ресурсы и силы, брошенные на то, что русское национальное движение никаким, никоим образом не возродилось так, как это им не хотелось, бесконтрольно от них. Приговоры суда и тому подтверждение. Вот это неоправданные большие сроки, неоправданные преследования, обыски, покалеченные жизни. Мы их знаем, ну, десятками, просто, по крайней мере, из нашего общества, круг знакомых, десятки покалеченных судеб, если не сотни, если взять из интернета. Поэтому я хотел бы тоже сделать призыв, не опускать руки, ни в коем случае не сдаваться, не поддаваться пессимизму, которого многих из нас охватил, но при этом быть крайне осторожными. Крайне осторожными в высказываниях и своих действиях, потому что по нам бьют из всех видов оружия. Я считаю, против еда надо бороться любыми способами. Какими? Здесь секретно для нас всех. Какими способами? Я не знаю. Я по профессии просто обычный водитель. Езжу по Москве, по области. И стараюсь разговаривать с людьми. То есть разговоры бывают разные. Но вот, правда, уже год прошел, я с водителем тоже начал разговаривать. Я, он завязался, вот он говорит, я с Донецка. Это мы вот начинали, это вот наша завязка, там все оттуда пошло, пошло. Ну, хорошо, говорю. Вот. То есть вот на политическую тему мы разговаривали. А потом он как-то перескочил. А вот ты знаешь, чеченцы, ох, я их как уважаю. Я говорю, слушай, а при чем они тут чеченцы? Да, такие хорошие ребята. Кадыров там построил. Я говорю, на какие деньги ты, парень? Ты знаешь, на какие деньги все построено было? А другие водители тоже вышли, они к нам не подходят, а в сторонке слушают. Ну, тут мы поговорили еще немножко. Тот водитель заспешил и уехал. И вы знаете, буквально через неделю я еду в Шереметьево. Дождь идет, ну и парень стоит какой-то. Я думаю, да я останавливаюсь, его подхлочу в сторону Москвы. Садится. Женщина непонятно в какого возраста. Вот. Ну, мы с ней опять и разговаривались. Она состава Европольского края, живет в Химках, работает женщина в автосервисе. И разговаривались опять на политическую тему. И что странно, что она тоже поддерживает Кадырова. Те же самые слова. Бывают разные, конечно, случаи. Буквально сегодня в центре Москвы я разгружался. И вот как раз тема, нет, не чеченская тема, тема нашего ремонта московского. Реновация. Ремонта дорог. Вы в Москве живете, видите? Ридко. Говорит, я не могу проехать. Я слушаю парня, я говорю, сам в центре живу. Говорю, вот этот ремонт. То есть русский человек, москвич. До того вот этот ремонт, видимо, всех достал. Путин, Сережа, его, ну, они многих достали, эти были ремонтом. Вот мы поговорили, все нормально. То есть русский человек, он против власти, явно. Ну, здесь это я все по-режнему. Ну, не готовим, но против власти это заберет. Извините, да. И езжу на периферию. Там мнения тоже разные, люди по-разному живут. Андрей Николаевич сказал, что вот на, как вы сказали, ну, допустим, мой одноклассник вышел со своего огорода, со своего участка. Мужик, ты куда стой? Это не твоя земля, не твоя территория. Это у меня уже второй случай. Ну, там могло стрельбой закончиться, но это в Воронежской области. Там парень горячий, точно так же. Захватили, то есть земле. То есть люди там живут, но не имеют права ни дерево срубить, там ничего. Ну, это тоже уже известно. На Урале есть шорцы, в Поволжье есть морийцы. Тех там взрывают, огонь там, да, добывают. А здесь в Нагую леса вырубают. Я вот обращаюсь к этим одноклассникам, два-три года назад обращался. Ну, что ж такое-то. Сергей, вот ты приехал-уехал, а нам здесь жить. Ну, я понимаю их, конечно, да. Есть, говорит, черные копатели, есть черные лесорубы. Но вот я сам встретил, как-то два года назад, да, мы приехали с родственниками, пошли на кладбище. Вот, захват территории, да, вот взяли в аренду леса. Честным, нечестным, понятно, никому не нравится. Да, вот я подхожу, вот, они тут уже отгружаются, подошел к ним. Ну, и разошлись, в общем-то, вот эти вот... То есть это все и до нас докатилось. Мой дед сажал леса, вот пришел, как бы их вырубает. Это не есть хорошо, понятно. Как бороться с этим, я не знаю. Ну, вот, допустим, у меня свой грузовик, я наклею плакат «Платон». Ну, кто-то обращает внимание, кто-то... Я не знаю, как обратить внимание народа, чем их привлечь, чем они... Ну, не снимайте плакат «Платон». Я еще не хочу сказать, ну, партия «Великая Россия», я тут плакат повесил, ну, хорошо. Лобару, а то я вот уже о серьезности, это уже серьезно подумал. Не написать «Свобода». Я не знаю, вот как народ сделать, чтобы обращали внимание. Расскажи про свой плакат. Как вы его реагируете? Ну, я вот один нахлел. Как он называется? Он на машину на задней тренировке. Ну, как все, включу, я там буду рассказывать. Я не «Платон». Я не «Платон». Наш коржник сделал пакет, я заказал стипографию, Сепи его получил, оплатил и повесил с ним на дверь, прям по размеру. Не знаю, подошел или не подошел. Да нет, я подогнал, обрезал, все нормально. Ну, ладно, дальнобойщики-то едут без, ну, нет у них никаких плакатов. Вот они видят, да, меня пропускают, смотрят, да. Вот, ну, может быть, обращают внимание, все же, как-то вот. Ну, да, ты же с ним можешь общаться напрямую. Да, по поводу выборов, Сергей Михайлович, вы мне сказали, чтобы в 16-м году не звонить никуда, но, тем не менее, я в Оренбургскую звонил, в Чебоксары звонил, в Ростовскую звонил. В Ростовскую, вот, меня, конечно, поразил свой случай, я двоюродному брату звонил. Василий, ты пойдешь на выборы? Не знаю. Я говорю, Василий, не ходи, не ходи. Как так я не пойду? Моя жена, председатель избиркома, дочь избирательной комиссии, и сам охраняя избирательной комиссии. Вот тот я уже не ожидал этого. Ну, сейчас опять выборы, как бы, надвигаются, вот, что нам делать, кто же, надо как-то агитировать народ, ну, не сидим. Агитировать, боегатировать, да. Вот листовки, ну, листовки, конечно, это детский лебед, правильно, там средства нужны, плакаты, это и... Я нахожусь, вот, ну, как душа болит за Родину, за свою, за Россию, вот, хочется какой-то справедливости, хочется как-то поучаствовать в этом во всем, вот, ну, в меру своих сил и возможностей, вот, что-то пытаюсь. Экономика-то, она общемировая, и в том числе Россия входит, как бы, в эту систему. Вот, как сказал Сергей Михайлович, правят спекулянты, я скажу, проще ростовщики. Это судный процент, вот, управляет всей экономикой. Очень наглядно это все описано в небольшой главе Республики Шкит, великий ростовщик. Вот, по нотам все. Не нужно читать там библиотеки мировой экономики, вот, все там, беспризорник бывший, все расписал, как вот все работает, так оно все есть. Вот, потом недавно вот послушал аудиокнигу 1984, Джордж Орелл, в 40-х годах написал, вот, всю авторитарную систему, которая сейчас и в России, и во всем мире в том числе. Какой ум спрогнозировал, вот, тогда еще понял, к чему все это придет. Примерно вот так все и есть. У Навального есть идея, там, борьба с коррупцией, там, да, всем ясно, всем понятно. Молодежи понятны, вот он показал, доказал, что вот обирают народ, и с этим надо как-то бороться. Понятные идеи, понятные, как бы, направления мысли, молодежь это поддерживает. Вот, на первом митинге я не был, а 12 июня, не знаю, как сказать, посчастливилось или не посчастливилось. Вот. Задачивались. Не мог удержаться, вот, следил там за информацией, хотели там на проспекте Сахарова вначале провести митинг. Митинг, вот там. Вы там ютубе продали, да? Правда? Да, про Ходорковского, там они хотели с портретами выйти там всех олигархов. Вот. Ну, а я так как болею больше за промышленность, за производство. Вот. В Саратове, там, самый такой печальный пример, это Саратовский авиационный завод. Развалили, снесли. Яг-40. Саратовский авиационный завод. Яг-40, Яг-42 самолеты выпускал. Вот. Ну, я подумал, они портреты там олигархов, а я фотографию вот она у нас с собой. Там, посмотрю, что, как будет, если что, подниму там вот такой плакат. Это вот снесли завод и поставили ему памятник. Могила. Могила, да. Могила за год рождения, год смерти. 1931 год рождения, 2012 год, Ну, это надо в интернет. А это было? В интернете. Нет, в интернете. Саратовский авиационный завод. А, вот. Ну, вот, можете посмотреть. Саратовский авиационный завод был. Вот. И в газете напечатали мою статью вот про Саратовский авиационный завод. Ну, вот я тут кому-то давал, когда на митинге выкрикивал лозунги. Были. Вот. В сумке лежал вот этот вот плакат и лежали газеты. У меня наша доблестная полиция оприходовала. Вот автозак. Ну, и по всем правилам составили протоколы. Там всем одно и то же написали. Участие в митинге в количестве ста человек. Выкрикивал лозунги. Там то-то-то. А я даже зайти туда не успел. У меня вот на рамке с этим то, что лежало в сумке. Я даже их не показал, не раскрыл. Он в этот момент уже готовится. А нас в интернете не трогают даже. Вот. Мысли мои, что можно сделать в этой обстановке. я так как человек ближе к производству. Я считаю вот основная боль людская, народная это отсутствие рабочих мест. Безработица. Вот. Чтобы как-то всколыхнуть вот. Нужно создавать какие-то предприятия, организации. Я там, я не знаю, в любой сфере сельское хозяйство, промышленность. Вот. В 20-е годы было такое движение технократии. Вот. Может кто-то читал, может кто-то слышал. Это принцип такой, что у руля стоят там инженера, ученые, профессионалы. Вот. Там, если там какой-то организационный вопрос стоит, да, его должны там рассчитывать, считать целесообразным, целесообразным и так далее. Не политики там какие-то вот, там, как Жириновский. Вот у него в голову мысль пришла, вот он стрельнул и там вот давайте вот так. Вот. Решения должны быть просчитаны, обсчитаны, целесообразны. То есть, вот такой метод управления государством, метод управления людьми и так далее. То есть, вот любое государство, любая страна, там, это как какой-то механизм технический, да, там, как швейная машинка, допустим, она должна четко работать. Вот. Должно быть все выверено и целесообразно. Современная система потерпела крах. И вот появляется такая тенденция, что многие люди начинают считать, что как хорошо жили при коммунистах, что вот работали там заводы, там, фабрики, что все нации и народности жили дружно, что там Советский Союз была мощной державой. Было. Да. Даже современные коммунисты, даже если они не хотят мировой революции, но они все равно выступают за советскую административную командную систему. За борьбу денег хотя бы. Да. За борьбу с излишками жилплощадей и там прочих высшим. Что будет направлено на то, чтобы все люди жили бедно. Но нас, например, что они хотели бы коммунисты только использовать своих целей. Что они, например, приписали себе Белый дом, там, тогда. Что, например, с их точки зрения, что это была защита советской власти, а РНЕ там отдельные провокаторы со свастиками. Ну да, что сейчас, например, что вот и Донбасс, что если говорят, что у Донбасса и красные, одновременно флаг и имперка, они нас терпят только до поры до времени. Но для США, например, тоже, как бы, возрождение национализма более опасное, чем коммунизм. И они скорее предпочли бы Зюганову даже. Нам, например, как раз он не нравится. Он писал про бомжей разных опустившихся личностей. А сам он, между прочим, прицаре был, можно сказать, миллиардером. Он имел виллу на капли. Вообще, коммунистическим вождям такие противоречия свойственны. Они обычно сами бывают богатенькие, людей призывают жить в бедности. А начинать будут все равно эти товарищи. Давайте сначала, Юрьевич, так хорошо начал. Зря вы надеетесь на народ. Зря. Конечно, зря. Потому что весь народ недоволен, да. Он готов присоединиться, но основная масса, она трусы. Понимаешь? На миру и смерть красна. А вот так вот, а лидеров, товарищи уже давно уже лидеров рубят. Вот русский народ вокруг лидера будет назначаться. Сколько было лидеров? А на Донбассе сколько было лидеров? Ну и что дальше? 130 тысяч у вас везут. Что дальше? Ну собрал. Вы соберите хотя бы сотую часть. Зачем они меня собирать? Ну а как? Зачем? Вы должны собирать политической работой заниматься. А вы что думаете? А политическая работа разная. А что есть? Не может собираться, не собираться в лидеров, в помощь и семь. Вас вводят вокруг вот этой идеи Навальный, этот второй, там третий. А кто не вводит? Вводят, раз вы уже им, так сказать, восторгаетесь. А почему? Ну что? Стоп, 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 стоп. Разговоры не только про пиаренные речи. И если кого-то раскрутили в нынешней ситуации, то пожалуйста, приводите пример Мальцева. Вот пожалуйста, с националистическими лозунгами за деньги раскрученная фигура. Что толку нам на таких... Вовремя сводил. А потом еще больше раскрученная фигура. А что? Вот он добился. Смотрите, он президент там сам. А вы что сделали? А вы кто? Где ваша жизнь не удалась? Вот он сделал что-то. А вы... Из меня рвется такая тема, это русская национальная идея. Но поскольку я сейчас читаю книгу русской национальной идеологии, я вот эту тему решил придержать. Вот она для меня коренная. Это не только моя тема. Я всегда вынужден ссылаться на так называемые первоисточники. Но вот я ее сейчас придерживаю. И вот в этом наступлении хотел бы несколько тем так, ну, бегло засветить. В прошлое воскресенье мы принимали в русское... в православное русско-сербское братство двух членов. И вот возник вопрос о престолонаследии. Ну, никуда от него не уйти. У нас как новые люди приходят, так, престолонаследие, престолонаследие. Конечно, вот этот вот привлекают закон о престолонаследии. Но здесь вот в связи с этим законом уместно привести вот такую притчу. Шел некий человек, у которого был ключ к загадкам, скажем, очень ценная вещь. Шел он через поля, леса, реки, горы, преодолевал какие-то водные преграды через населенные пункты. И вот он входит в очередной населенный пункт и обнаруживает пропажу этого ключа у себя. Это притча такая, да? И он видит, впереди горит фонарь, он подходит к этому фонарю и начинает в круге света искать потери. Человек к нему подходит, прохожий говорит, что вы тут ищите? Он говорит, вот я потерял ключ к загадкам. Прохожий ему говорит, так вы потеряли ключ там, леса, поля, реки, там, где вы шли. А он говорит, нет, ну тут фонарь светит, мне тут все видно. В отношении престола наследия, будем так говорить, в отношении будущего царя, вот у нас, в нашем православном русско-сербском братстве никаких вопросов и дискуссий не возникает. Мы ссылаемся на то, что говорил Серафим Саровский. И вот я его цитату, если так можно сказать, привожу. Записана она Мотовиловым, его слушкой. Серафим Саровский сказал, вот стоит сказать первые два слова, и все рациональные мозги отпадают, все рациональные, значит, аналитики сразу беруши в уши затыкают. А первые два слова, которые он сказал, это я воскресну. Вот готовы все дальше слушать? Или вот так, поверьте, у виска пальцем. Серафим Саровский сказал, я воскресну в Сарове и приду живой, это его лексика, живой, не живым, а живой, с царем. Я воскресну в Сарове и приду живой с царем. Венчание на царство будет состояться в Успенском соборе Владимира, не Москвы, а Владимира. И вот мы всегда приводим, ну еще целый ряд, цитат можно привести не только из Серафима Саровского. И мы знаем, говоря мирским языком, он не говорит, что император, он придется государю императору, он говорит с царем. Вот мы ссылаемся всегда на эту цитату. И говоря мирским языком, именно Серафим Саровский вот представит нам этого царя. Это звучит императивно, категорически, а вот предположительно звучит следующее. Там даже царь называется, вот кто будет царем. Ну это предположительно, предположительно. А царем там называют Ивана Грозного. Вот опять для нас. Вот сказать, какой-то светской аудитории, среди людей, которые рационально мыслят, единственная реакция это, ну что-то с парнем там не то случилось. Это опять же все в открытых источниках. Но это не значит, что царем будет Иван Грозный. Но представлен, царь будет Серафимом Саровским. А вот почему рассказана вот эта притча, да, предшествуем рассказать. Да потому что вот эти линейные поисковики, и мы вместе с ними ищем не там, где утрачено, а там, где фонарь горит. А фонарь горит, это вот самый закон о престоле наследия. А вот теперь, эту тему мы сейчас закроем, я перехожу к следующей, для нас тоже весьма интересной. 6 июля в передаче говорит Москва, которую ведет такой Доренко, его еще называют, извините, но его так называют Пидоренко. У него вся гнусность идет выше, то есть ниже пояса. У него гнусный, всегда такая пошлятельная, рот заткнуть нужно. Или язык отрезать, или свинцом его залить. Так вот, он проговорился одно время, он такой отвязанный, совершенно отвязанный и извращенный тип. Он проговорился, что регулярно вылетает в Нью-Йорк, посещает там фонд Киссинджера, и получает инструкции. Он не говорил, что получает деньги, но он наверняка и деньги. И инструкции направлены на вот эту систематическую русофобию. У него все русские, там, или забылдыги, он обычно рассказывает в своих передачах о тех преступлениях, которые совершены в России. Но всячески Россия у русских унижает, ну, снейший тип, издевается над русскими. Нам надо как-то придумать, чтобы как-то организованно выступить против вот этой программки. Хотя это пройдет для него безпоследствий, но что-то в отношении этой публики нужно принимать, как и в отношении Нармсовой, которая призывает к истреблению русских. Она использует два глагола, это истреблять и ликвидировать. Меньше, как она говорит народу, больше кислорода, истреблять, менять народ, истреблять, ликвидировать русских. И оговариваться. Она говорит, я не призываю к смене власти, я призываю к смене народа. Ну, вот с этой публикой какие-то наши меры должны быть в отношении этой публики предприняты. Так вот, этот русофоб, мало сказать, русоненавистник, Пидоренко, завел речь о русском национализме 6 июля, в своей утренней передаче. В связи с чем он эту речь завел? В связи с тем, что такой, значит, русский националист, так называемый, закавыченный, да, Мальцев благополучно вот был в Грузию на шашлыки и на Кахетинское. Ну, так будет, так сказать, будто бы в бегах. И кого, кто был назван среди русских националистов? Первый, кому звонит Пидоренко, это русский националист-милитарев. Он до него не дозванивается. Второй националист, которому звонит Пидоренко, это Просвирин. Тоже его все знают, да, Просвирин? Это спутник, да, спутник, и, так сказать, погром у него, да. Тот всех русских националистов, там все называются фамилии, я их привожу, но это прежде всего Мальцев, это вот Просвирин, это Милитарев, это Прилепин, это небезызвестный Геркин, вот я о нем еще отдельно скажу, это Горский, который сейчас тоже в так называемых бегах, это Навальный обязательно, Навальный был назван там, как русский националист. Крылов упоминался раньше, это был большой консультант по русскому национализму, и, как его называл этот вот Пидоренко, Костя Крылов, он хороший такой, большой русский националист, и, конечно, всех националистов, русских националистов увенчивает Марк Израилевич Гальперин. Вот это вся публика там, вот где-то семь фамилий, семь-восемь фамилий. Семь-восемь фамилий. То есть, мы там ни сном, ни духом не были упомянуты даже в каком-то негативном контексте. То есть, исключительно вот из этой публики нет ни одного русского. Все этнические либерасты. Исключительно все. Если тут Навального воспринимают как, так сказать, какого-то там серьезного оппозиционера, он много будет хуже. Да, он будет кратно хуже, чем вот теперешняя власть. Это не значит, что эту власть нужно оставить, а Гиргена, то есть, Навального отторгнут. Это гнуснейший тип. За ним стоят такая публика, как Кох, как вот тот значит, шахматист Каспаров, который призывает к тому, чтобы войска НАТО оккупировали Россию. Тот же вот гнуснейший тип, который тоже значит, все говорит, чтобы здесь натурцы высадились. Вот этот, как же его, Боровой, да, вот Боровой. Вот эта вот гнуснейшая публика, откровенные русофобы, это именно вот та публика, которая воспоследует, гнуснейшая публика, гнуснейшая публика, последует Навального. Вот эти дебаты, которые состоялись вместе с Навальным, они определились, что тут беседуют два маргинала, два политических маргинала, один и другой, но если, скажем, тот же Навальный, это вот такой популист, недалекий популист, он там о бинтах говорить начинает, о лекарствах, в больницах, то вот Геркин показал свое, ну откровенное, вопиющее невежество в элементарных политических и экономических вопросах. Так что с Геркиным мы ни в коем случае не должны ни в каком плане саде, так сказать, как-то взаимодействовать. Последний вопрос это о кандидатах, будем так говорить, о кандидатах, кандидаты президента. Вот этот вопрос я хочу обратить Андрею Николаевичу с тем, чтобы все-таки как-то убедить его, с тем, чтобы он свою кандидатуру выставил. Кандидат он, кандидаты президента. Не надо. Надо обязательно. Вот скажем, мы знаем, что наши, так сказать, шансы близки нулю, даже может быть ниже нуля, но нам нужно прорваться к большому микрофону, да, сказать, заявить свою программу, свою русскую националистическую программу, а ее может изложить так, изложить ее может как раз Андрей Николаевич. Поскольку вот другие будут несколько в этом плане, ну извините, запинаться, но недостаточно у людей квалификации, у того же Ивана. Хотя Иван, а Тарковский человек, он может пойти параллельным курсом тоже вот с Андреем Николаевичем. но мы не можем допустить, чтобы сейчас он как-то потаенно действует тот же Геркин, а потом он может себя заявить и вот Андрею Николаевичу нужно рекомендовать, когда будет собрание, вот я знаю, да, по выдвижению кандидатов, не обязательно одного, зачем одного мы выдвигаем, мы можем двоих-троих. В обществе нет никакой идеи и ни за какой идеей это общество не пойдет. Общество пойдет за человека. У Путина, подождите, не перебивайте меня, у Путина нет никакой программы, но народ за ним идет. У Навального Реалии нет никакой программы, но народ за ним будет. Он идет за человеком. В обществе нет потребности в идее. Вообще, народ уже просто устал и... Не уступайте лидерству. Что вы уступаете? Зачем это? На эту тему тоже выскажусь. Отвечая на те выступления, которые были. Первое. У нас есть программа партии. Здесь написано, как хотите. Если вы в партии, то вы должны следовать этому. Поэтому Национально-патриотическая партия Великая Россия отвергает западные идеологии либерализма и коммунизма, являясь партией русской нации, партией патриотов России. Все. Никакого коммунизма, никакого либерализма. Ни в малейшей степени. Но это все правильно. И на обложке сборника наших документов написан лозунг «Воля нации – смерть олигархии». Воля нации привык всего. А олигархия погибнет, как только нация обнаружит себя. Вот мы за это и боремся. У Навального никакой идеи нет. Идея борьбы против коррупции – это не идея. Потому что против коррупции все. Против коррупции все. Весь народ. Вся партия «Единая Россия» против коррупции. Есть специальные даже комиссии у них. Извините меня, человек, который запрещает нам проведение митингов, является главой департамента по региональной безопасности и борьбе с коррупцией. С коррупцией борются все. Мы прекрасно знаем, что Навальный – это человек управляемый. Он не является субъектом политики. Он созданная фигура. Я с ним знаком был в 2007-2008 году. Беседовал с ним. Это журналист, блогер, которого привлекли к тому, чтобы из этой фигуры здесь, ну, у него как такая импозантная внешность, похожа, правильно заметили, на молодого Ельцина. Вот из этой импозантной фигуры. Его в Америке там проинструктировали, как все это может быть. Здесь проамериканские силы. Его профинансировали. Я думаю, и за рубеж отправляют те деньги, которые потом возвращаются, а контрольные органы фиксируют. Вот он получает деньги из-за рубежа. Те же самые деньги отсюда они и получаются. Просто чекистская вот эта структура, которая теперь пришла к власти, она играет на всех площадках. Националисты, пожалуйста, мы Мальцева сделаем. Либералы мы сделаем Навального. Кого еще? Да, пожалуйста, мы коммунисты. Зюганов устраивает, никто больше здесь не нужен. А нужно будет... Мы там был этот, вот этот самый, Семигин, да? Ну, что-то задергался Зюганов, что-то возомнел себе. Мы Семигина сделали параллельно. У него и фракция в Госдуме была, и увел он оттуда всяких людей. Я озвучиваю вам, что дебатировать с Навальным или с Мальцевым или с другими созданными управляемыми людьми, симулякрами, бессмысленно, потому что они, во-первых, не несут никакой идеи, во-вторых, они являются подчиненными тем, кто их финансирует. Это очень сокративная. Да, разговор о том, что там Навальный кого-то привлекает. Да, есть, как сейчас глава ФЦИОМа Федоров сказал, да, возник запрос на перемены. Вдруг после 18 лет правления Путина возник вопрос в обществе. Вот они заметили, это вот придворные социологи заметили, что есть запрос на перемены. Вот этот запрос и двигает людей на улице, тем более, что им обещают, ну, мы за вас постоим, есть кому постоять, видите, мы даже денег собрали, если что, мы там заплатим и так далее. Ну, люди выходят посмотреть по глазу, они уже забыли, что такое проявлять политическую активность. И они еще выходят не проявлять политическую активность, они выходят посмотреть, как другие проявляют, как их будут винтить. Иногда сами попадают под раздачу. А так это никакая не активность, потому что, да, за деньги созданы штабы по всей стране. За деньги и у Путина будут созданы, или уже созданы штабы по всей стране. Но это не имеет никакого значения. Где тот сценарий, который предлагают эти люди? Ни Путин, ни Навальный не предлагают никаких сценариев, ничего. Правильно сказано, идеология никого не интересует, потому что их никто и не предлагает. А мы вот такие чудаки, мы предлагаем идеологию. Да, вот 104 страницы, это только основные документы нашей партии, которые представляют идеологию. Мы такими чудаками, я думаю, и останемся, по крайней мере, до последнего человека, который себя соотносит с партией Великой России. А вот с другими чудаками можно дискутировать. Даже с коммунистами, те, кто вот такие чудаки, что высказывают, да, которые стоят за свою идеологию и готовы вменяемо ее изложить. Вот, а с Навальным, да не о чем особенно говорить-то. Ну, да, в качестве пиара выйти на большую аудиторию, результат будет ноль. Вот вышел на эту аудиторию Стрелков Гиркин. Какой результат? Никакой. Это кто-то узнал, неважно, результат ноль. Узнали, да, узнаваемость, хорошо, хорошо. У него от этой передачи не появилось, уверяю вас, ни одного соратника. Ну, просто ни одного. Ну, у него только еще нет, правильно. Мы стараемся найти соратников, когда мы выходим на публику, мы ищем соратников, которые будут заниматься какой-то деятельностью, связанной с нашей деятельностью, продвигать наши идеи, продвигать наши идеи, продвигать нашу продукцию, которую мы выпускаем, идейную продукцию, информационную продукцию. Все остальное, это, ну, как бы попытка себе объяснить, почему мы вообще ничего не делаем, а вот ходим на дебаты, и нас стали узнавать. А вот позвольте по этому поводу, в минуту, в минуту, в минуту. У нас была так называемая Национально-державная партия России, Миронова Бориса Сергеевича, так? Там были три сопредседателя. Значит, Миронов, Севастьянов и Терехов. И председательствовали, значит, они по очереди. Один ведет, второй, третий, да? И они были приглашены на гнуснейшую передачу и пошли на передачу Познера на телевидении. На передачу Познера. До этой передачи мы собирались на, вот в этом переулке, Хритоневском, и то в одной небольшой аудитории, где нас было 15 человек, 12-15. Там был небольшой, там сейчас есть небольшой актовый зал. И мы, думаю, умещались 18-20 человек. И вот, на передачу Познера выступает Миронов Борис Сергеевич. Все три выступили, но Терехов сказал так, ни вашим, ни нашим. И вот, Севастьянов, тоже очень нечетко высказался, но Миронов Борис Сергеевич просто и четко сказал, без какой-либо аффектации. Он сказал, мы, вот его слова, мы в России живем во времена жидовского ига. Ну, еще продолжим. Вот эта фраза была сказана. Что получилось? Буквально на следующий день, когда у нас было следующее собрание, на Харитоневском переулок наперло, извините за выражение, столько народа, актовый зал не вмещают. Все сидят, все стоят, кто сел, да? Люди входят и становятся за президиумом. Лестницы на второй и третий этаж забиты людьми. Коридоры забиты людьми. Люди ломятся. То есть прирост Национальной Державной Партии России был очень существенный, кратный прирост. И мы приросли, ну, наряду, будем так говорить, со статистами, наряду с массовкой, людьми, будем так говорить, креативными, творческими. И партия долгое время вот с этими людьми продолжила свое такое продуктивное, креативное существование. И когда вот мы стали работать, и там он... Мы, между прочим, в Минюст ворвались. Ворвались в Минюст, когда нашу партию, значит, сняли эту регистрацию. И долгое время вот эти, вот этот приток этих людей работал. А Миронов Борис Сергеевич говорил, какова была реакция самого вот этого Познера. Что он там не красный ходил, он ходил фиолетовый. От злости, от того, что вот эта передача провалилась. И ему там еще леща вставили. То есть вот это пошло в эфир. Вот это тот случай, когда слово равняется делу. А оно тогда равняется делу? Когда слово, несущий такой мощный, креативный и радикальный, радикальный заряд звучит в эфире. Вот оно прозвучало, все ждали. А я был в это время там, был в это время на Харитоневском, и мы смотрели телевизор, трансляцию. И люди, вот только было сказать, только сказал Миронов Борис Сергеевич, мы живем в России во времена жидовского ига, люди вскакивают, ну вот так вот, ах, наконец-то, ах, вот такая реакция была. Наконец-то, понимаете? Так что очень важно, Борис, вот очень важно, Андрей Николаевич. Дело в том, что вопросов пропаганды, вопросов пропаганды, отрицательных результатов нет, не бывает. Главное добраться к микрофону, Андрей Николаевич. Отрицательных, три-четыре раза, три-четыре раза прозвучит Великая Россия, не важно в каком контексте. Три-четыре раза прозвучит РНФ, не важно в каком, пять раз прозвучит состав народных лидеров, сама идея народных, народных губернаторов, народных мэров. И там не важно, в каком контексте, в каком споре это будет прозвучить. Главное, что это вот ставлена будет сама идея народных губернаторов, народных мэров, народных лидеров и народного президента. Я знаю, что, Павел Александр Николаевич, я на молитвенном стоянии по государю с Иваном Траковским встретился, и как раз ему высказал эту идею, он горячо меня придержал, да-да-да, и он сам собирается. Но я думаю, что, я ему сказал, что Иван, подожди-подожди, тебе нужна группа поддержки, это Андрей Николаевич. Ну да-да-да, надо будет обсудить, до сентября месяца.